Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Они хотят, чтобы ты завелся и пошел до конца, понимаешь? Ну как же, ты заведешься. Победа, казалось бы, у тебя в кармане. А тут бах, ты рах, стой там, иди сюда. Последние три партии ты проиграешь. Проиграешь? Проиграю, говоришь? Да подожди ты со своим порошком. Проиграешь. Проиграешь. И я тебе свои последние зубы даю. Хорошо, что делать? Ну, что делать, что делать? Не знаю, что делать. Зачем? Сейчас кого читать? Что делать, что делать? Не знаю. Тебя предупреждали не лезть в это дело. Предупреждали? Тебя не спросил. Ли я здесь? Не видел. Не знаю. Должна быть здесь. Ладно. Если я скажу Валере, что он мухлюет. Ты что, больной? Валеру нужно за руку ловить. Ты что, не понимаешь? Если ты кинешь пустую предъяву, тебя тут в момент зачехлят. Ты понял? Зацепило. Кайф. Ты кайфуя, я пошел. Куда? Играть. Придумаю что-нибудь. Ах, беда, беда. Да? Масюльчик, ну что, ты нашел Горелого? Боголюбов прозет и мечет. Нет, не нашел. Ну, что делать? Я не знаю. Мой рабочий день закончен. Я устал и хочу спать. Не звони мне больше. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Черт! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Левушка, привет! Ты где там? Ты что, не узнал меня? Света, ну, конечно, я тебя узнал! Ты что, обижаешься на меня? Я обижаюсь? Что ты, Света, что ты? Обижаться мне по статусу не положено! Левушка, а я ведь ничего не забыла! Я все помню! Помню, как ты ухаживал за мной! Как цветы дарил! Помню, как мы с тобой на лыжах ездили когда-то... А, и дальше что? А помнишь, как мы с тобой целовались в каком-то сарае? И нас еще собака облаяла? Так романтично! Помнишь? Левушка, котик, скажи, это правда, что мой отец сегодня искал Горелого? А ты откуда знаешь? Ну, знаю! Надеюсь, ты не сказал отцу, где он? Нет, не сказал! Левушка, ты прелесть! А мне? Мне скажешь? Что я должен тебе сказать, Света? Где сейчас Горелов? Вот в чем дело! Нет, тебе я тоже ничего не могу сказать! Почему? Да потому что я действительно не знаю, где он! Вы, юноша! Меняю четыре! Открываемся! Две пары! Я пас! Ну, что же, счет равный! Предлагаю перед последней партией небольшой перерыв! Рома! Пропал твой, Горелов, ясно? Я всю ночь по барам ездил, дежурил около его дома! Я, 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 я провок! Я устал, как собака! Я, на мне нитки сухой нет! Вот я получу воспаление Лёхи, сдохну, а вы будете с Горелым радоваться! У нас, между прочим, завтра сдача нового объекта! Телевидение приедет, первые лица, а он пропал! Левушка, а он не с этой? Ну, ты понимаешь! Да я не знаю! Ты в своей Америке там русский язык позабыла! Не знаю! Тю! А чё ты орешь на меня? Я ж тебе не кухарка какая-нибудь! Извини! Короче, как он объявится, сначала набери меня! Я хочу с ним поговорить до того, как он встретится с папаней! Слышишь? Слышу! Так что, позвонишь? Позвоню! Только сразу! Понял меня? Понял! Ты прелесть! Чмоки-чмоки! Ну что, видел, как он мухлюет? Ну что, видел, как он мухлюет? Придумал чё-нибудь? Придумок? Нет! Я же говорил, всё бессмысленно! Бессмысленно! Вот ты вот тут вот сидишь! Наркотики жрёшь! Сопли разводишь! Алию спасать надо! Любой ценой! Оно здесь, между прочим, из-за тебя! Ну что, Никита Васильевич, всё в порядке? Ну что, Никита Васильевич, всё в порядке? Да какое в порядке? Господи, ну послушай меня, господи! Я знаю, что ты есть! Ну что юноша, продолжим? Валера! Ну что, юноша! Продолжим? Валера, Валера! Ваши ставки? Ну, раз это последняя сдача! Ну, раз это последняя сдача! Я никогда ни о чём не просила, господи! А теперь не могу не попросить! Мне очень страшно! Сейчас они там играют, а я тут! И мне ничего не известно! А вдруг случится что-то нехорошее, господи! Так сделай так, чтоб ничего плохого не случилось! Особенно с Никитой! Я очень прошу! Две! Две! Открываемся? У меня флэш-рояль! Блефуете юноша? Нет! А чего б тогда не открыться? Вы не верите моим словам? Значит, всё-таки блефуете! Виктор Павлович, блефую не я! Ваш человек карты передёргивает! Что вы имеете в виду? Почему-то, когда он сдаёт карты, он сдаёт то сверху, то снизу, то сверху, то снизу! Вы отдаёте себе отчёт в том, насколько это страшное обвинение! У вас есть доказательства ваших слов? Я это видел? Вот как! Кто-нибудь ещё это видел? Может быть, вы? Никто не видел, Виктор Павлович! Вы только что, юноша, в моём доме оскорбили моего гостя! А значит, оскорбили и меня! Покиньте этот дом! Игра окончена! Вы проиграли! Завтра я пришлю к вам юриста и нотариуса, и вы подпишете бумаги о передаче всей вашей недвижимости в мою собственность! А если я... Это место! Ты меня прости, если я не так говорю, слышишь? Я не знаю, как правильно, Господи! Меня никто никогда не учил! Вот, ну, ты и так поймёшь, правда! Я бы, юноша, на вашем месте не испытывал так судьбу! Вы подпишете бумаги, а деньги с ваших банковских счетов вы переведёте на мой счёт! И не думайте, что я шучу! Последствия для вас могут быть очень печальными! А теперь забирайте вашего друга! И вон! Не смею больше задерживать! Ах ты сука! Ты чё? Ты чё? Ты чё? Надо укройнишься! Мозги вынес! Виктор Павлович! Не трогай руками! Чё, может, скорая, а? Какая скорая? На, беги, Рапопорту звони! Рапопорту! Виктор Павлович! Виктор Павлович! Потерпи, сейчас лепила приедет! О, бляха! О, бляха! К стене пошли! Виктор Павлович, потерпи, Рапопорту! Руки за голову! Ты! Сука! Аккуратней со стволом! Виктор Павлович, держись! Алле! Зиновий Ефимович, а можно телефону? Я? Я от Виктора Павловича звоню! Здрасьте! Ему, короче, помощь ваша нужна, срочно! Неприятность! Ножом в спину! В кровище все, да! Что сделать? А? Да-да, я передам, я передам! А скажите, когда вы… Во бляха! Ну что, так и будем дожидаться, как бараны. То ли бойни, то ли стрижки. Жалею, что со мной пошел. Бывало и похуже. Может, разрулим как-нибудь эту ситуацию. Как? Я щас вырублю этого туберкулезника. Я… Яма, как мои дела? Витя, честно говоря, пока не очень. Операция тебе нужна. Ну, здесь… Ялы… А, нет… В домашних условиях это исключено. И… к… к себе… к себе… к клинику… Боюсь не довести. Знаешь, Вить, мы… мы тебя сейчас прокапаем, а там будем посмотреть. Как говорила моя бабушка. Докомил… 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 Оставь нас с доктором. Глаза на глаз. Теперь… Честно, Зяма, без понтов. Сколько мне осталось? Если ты доживешь до утра, то… я буду сильно удивлен. Ладно. Иди. Пришли мне. Валяру вы. Мне. Пришли. Угу. Хорошо, Витя. Есть контакт? Послушай, друг. Я тут… А, ну сидеть! Тихо-тихо-тихо-тихо. Че ты? Я просто пописать хотел. Там Виктор Павлович оклемался. Зовет. И этих тоже. Только без фокусов. А то кишки выпущу. Пошел. Давай. Спасибо. Спасибо, Зяма. Ты волшебник. Эй! Я не понял, почему мои гости до сих пор в браслетах? Так. Вот так. Клещ. Ну что, юноша. Нашу дискуссию прервали. А я не люблю незаконченных дел. Предлагаю продолжить игру. Валера. Да. Ты сохранил карты? Да. Конечно. Вот видите? Так может откроемся? Давай, Валера. Что там у меня? У вас стрит. Недурно. А у юноши? Здесь Роял Флэш. Ого. Ну-ка, покажи. Ничего себе. Всем покажи. Ну что, все видели? Вот, братцы. Проиграл-таки Калиновский. Вам, юноша, повезло. Ничего. Поздравляю. Ничего. Зато теперь никто не сможет сказать, что Витя Калиновский не умеет проигрывать. Я вам. Спасибо. Спасибо, но мне сейчас надо поговорить с этим счастливчиком. Один на один. Оставьте нас, ребята. Что за спектакль вы устроили? Зачем? Никакого флэш-рояля у меня не было. Я блефовал. И вы это знаете. А я знаю, что вы играли нечестно. Откуда ты это знаешь? Видел. Врешь. Ты не мог это видеть. Да, Валера иногда делает это для меня. Но он делает это так, что даже я не могу этого увидеть. А ты видел. Видел? Видел? Что? Тот же. Но вы признаете, что играли нечестно. Я вор. Законник. Витя Калина. Если тебе кто-нибудь скажет, что бывают благородные воры, не верь. Это все сказки для бедных. Этот спектакль мне нужен был, чтоб ты остался жив. А для этого ни у кого из этих людей не должно быть к тебе никаких претензий. У нас очень мало времени. Тебе правда нравится эта девочка? Да. Насколько я знаю, у тебя есть невеста. Именно так. И что же будет с девочкой? Все будет очень хорошо. А ты знаешь эту фразу целиком? Нет? Все будет очень хорошо. Или нет. Но тогда все будет очень плохо. А я не хочу, чтобы ей было плохо. Она так похожа на Стеллу. Простите, Стелла, это кто? Это женщина, о которой я тебе говорил. Женщина, которую я любил. Я знаю, что ты из тех идиотов, которые, дав слово, стараются его сдержать. Так вот, дай мне, подыхающему старику, слово, что ты никогда не обидишь ее. Что, как бы ни сложилась ваша жизнь, ты никогда не причинишь ей зла и боли. Дай мне это слово. И она твоя. Я даю вам слово. Иди. Алья? Подожди на улице. Она выйдет к тебе. Алья? Ей. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Доброе утро. Почему ты не спишь? Думаю. О чем? Думаю, как там теперь Сережа? Какой Сережа? Карлсен. Мне сказали, что он уехал из города. Это правда? Да. Почему же он со мной не попрощался? Ему не дали. Такие были условия. И Виктор Павлович ко мне не зашел. Ему стало плохо. Даже врача вызывали. Да, мне говорили. Почему ты о них думаешь? Может, тебе лучше было с ними остаться, чем со мной, а? Что ты говоришь такое? Нет, конечно. Нет? Ты что? Мне с тобой хорошо. Просто ты спросил, о чем я думаю. Я тебе и сказала. Да. Наконец-то ты где? Дома? Я дома. А, живой? Живой, а что случилось? Ха, это потрясающе просто. Он еще спрашивает, что случилось. Ну, если особо не драматизировать, случилась катастрофа, старичок. Катастрофа. Какая катастрофа? Обыкновенная, миленькая катастрофа. Пока что обошлось без жертв. Во всяком случае, пока. Ну, это хорошо. Так а что случилось-то? Так, ты дома, да? Я же говорю, дома. А через сколько ты собираешься выходить? Когда я выхожу? Часа через три, не раньше. А, отлично, старичок. Тогда я лучше к тебе заеду. Если ты не против? Конечно, не против. Заезжай. Все. Договорились. До встречи. Кто звонил? Что-то случилось? Ну, пока не знаю. Ну, ты что, сам еще не научился открывать? Доброе утро. Ага. Место? Ты сказал доброе? Это смешно очень. Очень смешно. Давай, проходи. Чего ты тащился через весь город? Ты не мог по телефону все сказать? Знаешь, старичок, после вчерашнего один вид этого предмета, который ты называешь телефоном, вызывает у меня аллергию. Это во-первых. А во-вторых, у нашего шефа прекрасная служба безопасности. И после вчерашнего наезда на меня его орлы могли запросто взять под контроль все мои средства связи. Лёва, по-моему, ты перестраховываешься. Ну, хорошо. Чего ты хочешь? Я поехал домой, а тут тебе позвонил по телефону. Ладно, кофе будешь? Вот тот уже. Знаешь, старичок, в наше время лучше перья, чем мне, да. Зачем ты ему понадобился, он не сказал. Но, судя по выражению его лица, ничего хорошего тебе не светит. Так а в чем же катастрофа? А ты не понимаешь? Я не понимаю. А как ты думаешь, зачем мне звонила Света? Чтобы я связался с ней раньше, чем с Александр Ивановичем. Что же я связался с ней раньше, чем? Там явно какая-то семейная трагедия. А ты, ну, насколько я понял из контекста, выступаешь в этой пьеске в главной роли. И все из-за твоих прогулок на стороне. Лёв, ну какие прогулки на стороне? Послушай, старичок. Здрасте. Опа. А что это вы на меня так глядите? Я? Нет, просто смотрю. Доброе утро. Я Лея. Очень приятно. Макаров, Лев Викторович. Можно просто Лев. Я Лев. Ну и вы смешной. Да? Раньше не замечал. Вы кофе пьете? Кофе. Хотите, я вам бутерброды погрею? Что сделаете? Бутерброды погрею. Микроволновки. Хотите? Нет, спасибо. Не хочу. Может быть, вот Никита Васильевич хочет. Нет, я тоже не хочу. Ой, а что же это вы так портфель тут ложите? Могли и в прихожей оставить. Хотите одессу? Нет, нет, нет. Не надо мне так удобнее. То есть мне портфель здесь нужен. Лея, дай нам с Левой вдвоем поговорить немножко, ладно? Я только водички. Да! Что да? Нет, нет. Короче, старичок, решай свои проблемы, разбирайся там с шефом, со Светой. А потом я действительно не знаю, где ты был вчера ночью. Люва, вчера я играл в карты. Я ничего не хочу знать. Ничего. Ты попросил подменить тебя на приеме объекта, сам куда-то уехал, вот сам теперь и объясняйся. А меня уволь. Начинается. Бога Любовь, между прочим. Не отвечай. Нет уж, спасибо. Александр Иванович? Ну что, объявился твой друган? Объявился, Александр Иванович. Что ж ты не звонишь? Вот как раз собирался. Где он? Да вот тут, рядом. Я как раз у него в гостях. Дай трубочку. Трубочку дай! Конечно, Александр Иванович. Я ничего не знаю, ты понял? Ничего. На, держи. Я слушаю. Здравствуй, крестник. Куда ж ты запропастился, дружок? Я никуда не пропал, я здесь. А ты не забыл, что сегодня 14.00, презентация первого объекта? Я помню. Это хорошо, что у тебя хорошая память. Так вот, чтобы ты был там как штык. Ты понял меня? И никаких опозданий и проволочек. Я доходчиво, извясняйся. Вполне. Ну, хорошо. И еще, я очень прошу тебя, езжай осторожно. Потому как, не дай бог, ты до меня не доедешь. А уж потом и поговорим. Понял. Ну, как вы, Никита Васильевич? Чувствуете себя после вчерашнего? Да. Все в порядке. Выспалиться-то хоть? Ага. Это вряд ли. Ром, притормози. Есть контакт. Ром, прогуляйся минут десять. Понял. Что с рукой? Да так. Мышка бежала, хвостиком махнула, ручка упала и опухла. Поцелуй меня. Зачем? Сердце на меня. Почему? Кит, я думала-думала и… Решила, что я согласна. Прости, согласна на что? Ну, ты кольцо мне подарил. Предложение сделал. Я сказала, что я подумаю. Я подумала и отвечаю, я согласна. Теперь поцелуешь? Нет. А в чем дело? Видишь, ты прости меня. У меня обстоятельства изменились. Какие такие обстоятельства? Я всегда был достаточно честен с тобой. Когда я случайно встретил эту девушку… Эту проститутку? Она не проститутка. Да проститутка! Проститутка! Свет! Свет! Ну, а как можно назвать девку, которая идет в дом к чужому мужику и буквально через три дня прыгает к нему в койку? Помнится, ты это сделал на второй день. Я? Я вернулся из Англии. Первый раз мы встретились в кафе. На второй день ты была уже у меня дома. Ну, и свинья же ты, Кит. Сколько мы до этого с тобой переписывались? Сколько ты мне звонил? Да мы же с детства с тобой знакомы. Да. Прости. Ну, давай, продолжай. Когда ты встретил эту проститутку… Когда я встретил эту девушку, у меня с ней действительно ничего не было. Ей просто нужна была помощь. Вот и все. Я говорил тебе об этом, но ты меня не слышала. Или, может быть, не хотела слышать. А теперь? Теперь. Теперь она затащила тебя в постель, и в койке ты вдруг понял, что это женщина твоей мечты! Так? Так! Это не совсем так. Да так! Так это! Сволочь! Так! 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 Так, так! Вы знаешь, Кит, меня так еще никто и никогда не унижал. Ну, так… Никто с дерьмом не смешивал. Ну, знай, что я тебе этого никогда не прощу. Я просто хотел сказать правду. Правду? Какую правду? Правду! Да, засунь ты эту свою правду, знаешь куда? Свет, я все понимаю, я виноват. Но мы должны расстаться. Да пошел ты! Правдолюб хренов! Свет! Тормози! Ну, что, поговорили? Поговорили. Вам куда, девушка? Да куда угодно. Я понял. А куда именно угодно-то? Слушай, а ты меня трахнуть сможешь? А? В каком смысле? В прямом! Не понял. Что, прямо здесь, что ли? Хочешь здесь и хочешь? Отвези туда, где сможешь. Девушка, у вас вообще все нормально? Как вы себе это представляете? Да я хоть как-то себе это представляю. А ты что, девственник? Да нет. Просто, как вам сказать? Да так скажи, все вы кобелины одинаковые. Пялитесь, глазами раздеваете. А как до дела доходит? Останови! Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. Импотент. Да. Да я слышу, что же она не оглохла еще. Нашел, нашел. Да, разговаривала. Все отлично. Только теперь этого козла. Вот что же. Александр Иванович звонил. Сказал, что будет к самому началу. А Юрий Николаевич уже скоро подъедет. Это кто? Ну как же. Батальцев. Это наш глава администрации. О, так это же хорошо. Да. А мы тут пока приготовили небольшой фуршет для своих. Так что можете перекусить, выпить, как говорится. Вы угощайтесь. Никита Васильевич, здравствуйте. Привет. Привет. Я вас оставлю вдвоем, а пока пойду еще раз все проверю. Я не прощаюсь. Ну как. Ты че творишь-то, Горелов? А что я творю? Я только что разговаривала со Светой. Жанна, я не хочу это обсуждать. Погоришь ты, Горелов. Ей-богу, погоришь. Вот синим пламенем. Угу. День добрый. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, мне сказали, что здесь должен быть Никита Васильевич Горелов. Угу. Это вы? Да. Нам нужно сделать сюжетик для вечернего выпуска. Не могли бы вы сказать буквально пару слов о холдинге и о вашем филиале? Конечно. Александр Иванович, здравствуйте. Мы вас ждем. К нам телевидение приехало. И у меня все готово. Вот подушечка, ножницы. Быстрее на пол. Подождите минутку. Я хочу вам представить главу нашего холдинга Александра Ивановича Боголюбова. Очень приятно. Меня зовут Игорь. Телевидение «Питерский канал». Вы присоединетесь к нам и скажете вам слово. Вам надо. Ну, здравствуй. Ну, здравствуй. Угу. 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 untoлья-на-на. Ну, дал turns. Угу. 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 Уграя. Субтитры создавал DimaTorzok